Один из главных вопросов повестки Оперштаба – ограничительные меры для снижения темпов заболеваемости COVID-19. За последнюю неделю отмечается ее рост в разных возрастных группах. Сегодня в регионе 23 медучреждения принимают пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее. Организовано 4811 коек, еще 567 мест зарезервировано. При необходимости они будут развернуты в любой момент. Сейчас лечение проходит более 4,5 тысяч жителей региона, из которых больше половины находятся в средне-тяжелом состоянии на кислородной поддержке. По словам министра здравоохранения Армена Беняна, расход кислорода за день составляет около 60 тонн. Это примерно столько же, что и в ноябре прошлого года, когда был пик заболеваемости. Порядка 12 тысяч человек лечатся амбулаторно. Министр здравоохранения предложил приостановить консультации узких специалистов и плановой госпитализации. Просим постановлением внести пункт о приостановлении, не ограничении, а именно о приостановлении объемов плановой медицинской помощи и консультации узких специалистов для высвобождения их, соответственно, работы с пациентом с новой коронавирусной инфекцией. При этом наиболее социально значимая это онкология, сердечно-сосудистые заболевания и высокие медицинские технологии будут сохранены и выполняться в прежних темпах и объемах. Инициатива руководителя Минздрава была поддержана. Кроме того, решением оперштаба будет ограничена деятельность ресторанов, кафе и других пунктов общественного питания. С 9 вечера до 6 утра им будет разрешено работать при условии заполняемости залов не более 50%. Также запрещается нахождение несовершеннолетних детей в торговых центрах и фудкортах без сопровождения взрослых. Министр здравоохранения предложил снова подумать о дистанционном обучении школьников. Рассмотреть несколько вариантов в зависимости от возрастных групп и по муниципальным образованиям, где сейчас наибольшая заболеваемость регистрируется последние две недели. Это было обусловлено ростом количества заболевших детей, ростом количества их госпитализации и, соответственно, рассматривается нами так же, как мера разрыва вот этой инфекционной цепочки. Прозвучало и предложение ограничить посещение досуговых мероприятий. Давайте пока на торговых и фудкортах остановимся, ограничения. Через неделю тогда от Минкульта отдельный доклад вместе с Минобором отработает ситуацию коллеги. Но понятно, что сейчас тяжело это будет решение принимать, поскольку Пушкинская карта широко пошла, и мы тут же ограничиваем. Надо найти другие варианты. Участники штаба также решили ужесточить контроль за действующими ограничениями, соблюдением масочного режима и социальной дистанции. С этим безусловно согласен, коллеги, отдельным решением штаба это предлагаю отразить. И всех глав муниципальных образований, представителей правоохранительных органов нужно нацелить на то, что сейчас тоже самым жестким образом нужно требовать исполнения предписаний главного санитарного врача. На сегодняшний день почти 1 миллион 100 тысяч человек сделали прививки от COVID-19. Из них свыше 1 миллиона завершили вакцинацию. Исполнение планов Самарской области составляет 54%, что выше среднероссийского показателя. Среди муниципальных образований региона в лидерах Камышлинских, Воростянский, Елховский и Исоклинские районы. Там уровень вакцинации превышает 90%. Армен Бинян призвал усилить информационное сопровождение привычной кампании. Особое внимание следует уделить людям старше 60 лет. На сегодняшний день на территории области более 280 тысяч жителей еще не привиты. Это самая зона особого внимания наша, поскольку заболевают они чаще и болеют тяжелее. Поэтому в первую очередь и в регионе есть все ресурсы сейчас для того, чтобы их как можно скорее всех привить от новой коронавирусной инфекции, а потом через месяц привить от гриппа. Отдельно внимание было уделено вакцинации против гриппа. На сегодняшний день в регион поступило 563 150 доз. Уже привито более 100 тысяч человек. Мэри Елчан, Виктория Шарая, События.